Встречайте певца, музыканта и автора песен Евгения Осина Евгений, добрый день, здравствуйте Присаживайтесь, пожалуйста Евгений, почему в музыкальной школе не доучились? Ну потому что мне было неинтересно Я занимался со школы еще музыкой Я слушал ее на записях монитофонных, на пластинках И с ребятами мы сами подбирали эту музыку И когда я занимался барабанами И когда я пришел на музыкальную школу Мне стали преподавать, по классу ударных Мне стали преподавать ксилофон Это который в детском саду мы обычно Нет, это большой такой ксилофон Как бы маримба такая, да, такие палочки Ну серьезный инструмент Ну серьезный, но просто это не мое направление немножко Я говорю, когда же нам барабаны будут преподавать Барабаны у нас преподают, в общем-то, по субботам У нас ударная установка отечественного производства Города Энгельс производства Вот, и я пришел как-то, мне стало неинтересно Тем более на них все подряд играли Они были не настроены А дома у меня уже к тому времени ставила Немецкая установка Тактон Купленная в магазине Лепцик И для меня это было На эти деньги можно было купить Три запорожца горбатых Вот я сходил с ребятами Всячески собирал там бутылки У мамы выпрашивал Разрабатывал где-то там На летних каникулах работать ходил В общем, я за несколько лет заработал Все на барабаны Ну, конечно, не сразу Сначала у меня были самодельные там барабаны То есть сами делали или кто-то из друзей делал? Нет, ну первая у меня установка была очень смешная То есть я на крыше там какого-то интерната Нашел, мне ребят сказали, что видели там оркестровый барабан Вот знаете, когда жмура играют Вот такой Или оркестр бьет тарелка, бочка, тарелка, бочка Вот этот барабан оркестровый И он был рваный с одной стороны, а с другой хороший Кожа была натянута Не пластик, как сейчас И барабан-то у меня появился А педаль, на педаль, ну надо было ножную педаль как-то Вот, и за 35 рублей я накопил денег Купил первую педаль вот к этому барабану Потом из школьной пионерской комнаты Я, значит, стащил два пионерских барабана Привязал их веревками к этому большому У меня получилось два тома, да, такие вот Звучали мне, конечно, отвратительно И вот первый ведущий барабан я купил за 80 рублей Мы вместе всем ансамблем копили Ребята, значит, обычные гитары Переделали под электро Покупали за 9 рублей звукосниматель Включали их в какой-нибудь монитофон Или проигрыватель Или радиолу Часто от этого, конечно, горели динамики Вот, и... И вот так мы репетировали на квартире Вот, потом у нас в школе купили аппаратуру Выяснилось, что к ней допускают только десятиклассников А мы учились тогда в шестом или седьмом классе Ну, мы, в общем, пробили директора Нас тоже допустили И у нас было два состава Значит, десятый класс и седьмой И вот таким образом я приобщался к музыке И, конечно, когда я пошел учиться в музыкальную школу Мне было это неинтересно, поскольку я уже прослушал курс Как говорится, группы там Дипеопол, Дзепплин, Слейт, Сьюзикватор и так далее И там подобное Вот таким образом А школьный ансамбль, который вот помогал и покупать барабаны И создавать барабаны И фактически получается, что аппаратура была ансамблем Или группой создана сама То есть ребята делали сами, скажем так, как сейчас говорят Модернизировали гитары, чтобы они становились электрическими У вас был барабан собственный Не барабан, а установка Собственные сборки А концерты где проходили? Для кого играли тогда? Для себя чисто Исключительно Исключительно для себя И, ну, так, для друзей, которые слушали Собирались мы какими-то компаниями И в то время, когда, например, многие в районах там От нечего делать, там, пили портвейн Иногда по праздникам водку, если были деньги Нас ничего не интересовало из этого Мы, наоборот, эти бутылки, значит, просто издавали По 15-20 копеек И покупали на эту аппаратуру Потом Так получилось, что Школу-то мы закончили А аппаратура Осталась вся в школе А та самодельная не годилась для того, чтобы где-то выступать И вот мы, в общем С миру по нитке кое-что собрали И в нашу школу Первый раз приехали, нас пригласили Ну, выступить там на школьном вечере Огонек там какой-то школьный И это очень было, как бы Смешно, мы были счастливы Нам даже заплатили денег Которых нам хватило, чтобы Взять машину до школы и обратно Мы были счастливы Потому что мы играли в школе За деньги Пусть мы ничего не заработали Но зато нас слушали И под нас танцевали Это был успех Вот Поэтому до этого к нам приезжали, наоборот, какие-то приглашенные В нашу школу А мы были зрителями И тут мы сами на сцене Это, конечно, большой сдвиг И вот отсюда начались какие-то уже халтуры Какие-то свадебки Да, какие-то что-то Как-то И вот так мы, собственно говоря, и работали Аплодисменты Какой тогда был репертуар? Что играли, что исполняли? Кто был автором, если что-то писали И сочиняли? Да, репертуар был интересный Потому что в то время были подпольные группы Различного характера И официально разрешенные Ну, из официально разрешенных Мы знаем Самоцветы, Веселые ребята И так далее Там всякие красные маки И так далее Тогда они пели больше политические песни Вот такого типа Сегодня не личное главное А сводка рабочего дня Заботится сердце Сердце волнуется И так далее Вот И нам это, конечно, было неинтересно В то время, когда существовали Такие иностранные группы И группы, которые нелегально выступали Такие, как Там Скоморохи Там Грубо говоря Рок-ателье Воскресенье Машины времени И вот тогда мы, значит, играли Вот что-то из их репертуара И Из Репертуара официально разрешенного Практически ничего не играли Нам Было, конечно, вот Как это называется Стыдно Играть какие-то вот такие Российские Политические песни И Мы понимали, что нам платят деньги И надо играть на свадьбе, например Обручальное кольцо Непростое украшение Это просто стыд такой Хорошо, что не видели, друзья Но свадьба была довольна И как бы вот такие вот Играли песни И Старались И у нас был список, значит Совдеп Песня, значит И Ферма Ага Да, вот мы, как бы Играли, значит, часть Совдеп Часть Фермы Но, как правило Сначала начинали Совдеп А потом Заканчивали все это Уже роком Таким конкретным Вот я тогда Играл На барабанах И пел за барабанами Что Ну, как бы Редкостью считалось И когда мы приезжали На какие-то Свадьбы Или там Вечера Как бы Так странно Нет солиста Вроде Кто-то Он должен стоять Да, он должен стоять Или с гитарой Там как-то А я пел за барабанами И практически Вот такой у нас был Ансамбль А какое название Было ансамбль? Ой, амразные названия Были Сначала мы назвали Помню, в школе Мы назывались Группа Сорняки Ну, потому как Прошел как раз Мультфильм какой-то Про Сорняки Вот такие они были Не очень послушные Да, хулиганистые Мы были Такого же плана Вот Потом мы Переноминовали Значит, более приличное название Группа называлась Талисман Потом Значит, было какое-то Еще название Потом Чем дальше в лес Тем больше дров Вот Кекс Называлось Ну и так далее Там подобное Дед Мороз Как вот вы слышали Вот Ну и в общем Потом Получилось так Что я стал просто музыкантом Не ведущим А рядовым музыкантом Каких-то известных коллективов Про которые вы слышали Вот И в итоге Попал я В группу Браво После ухода Жанна Гузарова И два года Проработал там До прихода Валерия Сюткина Вот Мы ездили По разным городам Популярность Конечно Была автоматически А в Браво Были только Солистом Или барабан Ударный Нет, я был там солистом Солистом И выходил Делал шоу Танцевал В общем С меня, конечно Можно было Выжимать пиджак Это было понятно Потому как Работал на совесть Вот А после этого Так получилось Что я ушел Покинул группу И создал группу Которая называлась Авалон Вот Этот Авалон Просуществовал Где-то года Два А после Авалона Вот уже Сольный проект Евгений Или так я его назвал Б 70 Широта Дело в том Что наш продюсер Валерий Жаров Который продюсировал Группу Авалон Он также продюсировал И разные Другие проекты Вот Один из них Это Клавишник Группы Круг Евгений Гетманский И я как-то зашел В студию Где он записывал песню А пел он тогда Сейчас не помню Наклонилась По-моему Вдруг Небо ниже И пошел стучать Даже по крыше И Я говорю Да Неправильно Он поет эту песню А Авалер Говорит А как надо Я говорю Ну примерно Он говорит Иди покажи И Женю попросили Уйти из Студии И я спел Там один куплет Ему понравилось Он говорит Слушай У тебя такие интонации Надо тебе Говорит Вообще сделать проект Тех лет Песни Ты знаешь Какие-нибудь песни И я говорю Я знаю песни И вспомнил Какую-то дворовую песню Неизвестную Ему очень понравилось Это была песня Мальчишка В нашем классе Есть мальчишка Глаза как ясная заря Причем она пелась От лица Женщины Ну так пел Наш сосед Ну как в дороге пели Так и Как вот он пел Ну и тогда Это не считалось Признаком Там нетрадиционной Ориентации Вот И в общем Все прозвучало Эту первую песню Мы собственно И записали А потом уже Была песня Ялта И только по-моему Третья или четвертая Была песня Плачет девушка Не девочка Как это говорят многие А девушка Плачет девушка Которая Стихи Которые написал Андрей Вознесенский И я даже не знал Тогда кто написал Эти стихи Вот И И как-то Мы не делали Ставку на эту песню Но она почему-то Так стрельнула Что Стала моментально Таким хитом И до сих пор Является им И как бы Получается Что Это уже Такой крест Который приходится Нести И ни один концерт Без нее не обходится Хотя Она уже за столько лет Не здесь А уже Сидит Так что А когда начали Исполнять Вот уже Свои песни Авторские Ну вот Авторские Были в перемешку С тем Как раз Временем Когда Вспомнили Все дворовые Песни То есть Вот оно Началось Одновременно Да Это все Да И одновременно Стали писать В таком же Стиле Песни У меня был Просто соавтор И друг Александр Алексеев Который К сожалению Недавно Совершенно Ушел Из этой жизни Вот Случилось 3 мая Вот мы его проводили И конечно Я Так сказать Потерял Так сказать Половину себя Когда Работаете Над Новой песней Над новыми словами С чего начинаете Откуда приходит Идея Спускается Откуда-то с неба Кто-то ее ударит Слышите строчку А вы знаете Это вообще не запланированно Это всегда Вот бывает Как На ваш день Такой Можно Уснуть И что-то Начинаешь засыпать И какая-то Крутится Тема Или фраза Какая-то И вот С фразы Какой-то Начинается Мелодия А она За собой Ведет Следующую фразу И тут же Продолжение Этой мелодии Может Получиться Так что У меня нет Чтобы я написал Стих А потом музыку Скорее я напишу Какую-то музыку Сначала мелодию А потом Какой-то Буду Думать стих Вот Как бы Текст Как-то Называется То есть Нет такого Чтобы На стихию Положить музыку Это очень тяжело То есть Для вас проще Наоборот На музыку Положить слова Наоборот Для меня проще Хотя вот Мы недавно Делали два детских проекта Один По-моему В 2000 году Есть такая Есть такая группа Старый приятель Там Как бы Лидер Мой товарищ И друг Александр Зарецкий Вот И Мы с ним решили Для детей Что-то сделать И записали Альбом Бублик и батон Мы взяли стихи Наших известных Ну Детских Поэтов Чтобы Узнаваемы были Чтобы не заморачиваться Что-то новое делать Потому что Все новое Воспринимается С таким Прищуром С подозрением И Взяли просто И на Известные стихи Там Михалкова Огни Бартут Вот Взяли Записали музыку И Причем Взяли стихи На которые Не было раньше Музыки Вот И получился Такой проект Интересный И прошло Вот сколько Почти 10 лет Мне Саша Все говорит Евгений Ну давай Сделаем Давай дальше Сделаем Бублик И батон В Швеции Я говорю Почему Швеция А вот такая интрига Бублик Батон В Швеции Я говорю Ну давай Как Карлсону В гости поехали Да Типа так Причем Была идея Сделать альбом Акустическим Если раньше Мы применяли Какие-то электронные Инструменты Ну там Какие-то синтезаторы Драмс машины Да То в этот раз Решили Все руками Сыграть И Более Живой звук Но опять Не получилось Все равно Пришлось Как-то что-то Накладывать Но Все-таки Большей частью Живые были Инструменты Если в первом альбоме Мы спели На двоих Этот альбом Половина песен Я Половина Сашка А И некоторые Мы там Дуэтом Спели Одно или две Песни То в этот раз Значит Родилась идея Значит Вдруг Что-то сидели И когда Этот проект Начали Делать И я там Спел Одно Он спел И стали Думать Как Как бы Все-таки Лучше сделать И решили Вдруг Говорят Хорошо бы Эту песню Спел Например Там Пресняков Да Он бы Классно Спел И вдруг Что-то А вдруг Давай позовем Пусть он спает И мы стали Звонить А вот это Кому подошло И что-то Решили Все песни Распределить По нашим Известным Артистам И таким Образом Получилось Очень необычное Вот этот Детский Альбом Он уже Назвался Бублик Батон И рогалик И рогалик Да Потому что К нам присоединился Еще композитор Дмитрий Дичков Вот Который тоже делал Аранжировки И получилось так Что у нас Первую песню Спела Юля Беретта Вот такая есть Потом Позвали Например Кирилла Андреева Из Иванушек Потом Наташа Королева Приехала Потом Сергей Мазаев Преснякову Дозвонились? Игорь Суруханов Владимир Плесняков И даже Михаил Боярский Украсил Наш Ну и моя дочь Спела там Пару песен Вот С клоуном Плюхом И одна Клоун Плюх Это Юрий Кудинов Известный Очень На детском радио Его Часто В его произведении Бывает Вот Про кошек Про клоунов Про всяких Вот И он написал Уже кучу альбомов И вот Мы взяли две песни Одна называется Велосипед А другая Алфавит И вот с удовольствием Значит велосипед Спели они на двоих А песня алфавита Агния Так зовут Моя дочь Спела одна И таким образом Первый Таким образом Первый Как бы Опыт работы На студии У нее Появился Она теперь Умеет Одеть наушники Подойти правильно К микрофону Знает Как интонировать И уже как-то Просит Там Мне музыки Прибавьте побольше Мне Там Голос Что-то так Вот И так получилось Что вот Она теперь Поют И Даже Пробует Себя в актерском Мастерстве Дело в том Что я сейчас Еще почему С детьми связан Я Устроился Работать в школу Где учится Моя дочь Это школа 1287 С углубленным Изучением Английского языка И вот Просто родилась идея Мы поговорили С директором Заучим Подошел Я поговорил Но сначала Я просто выступил Там с шефским концертом Сольно Для школы На каком-то празднике Знаний Вот А потом предложил Сделать школьный ансамбль Как он у нас был В школе Да Вот как я рассказывал Говорю Вот мы играли Но с другими барабанами Ну конечно Тут уже Японские барабаны Аппаратура там Японская Американская А тайская Сколько дочке лет? 8 лет на данный момент Когда вы впервые Попросили ее спеть Или начали Вот Обучать музыке Показывать Что такое музыка А вы знаете Получилось так Что Она с детства Видела Как папа поет Раступает И Ездила со мной На концерты Пританцовывала Подпевала А потом Мы познакомились С руководителями Такого ансамбля Как Доми Солька И Мы туда И отдали На занятия Она там Проучилась Не один год Года три наверное Или может четыре Ну где-то так примерно Вот И там она Участвовала тоже В съемках И пела И в записи Песен Ну правда там Больше хоровое пение Чем сольное Ну и тут Как бы у нее Какое-то раскрепощение Наступило Она стала Стараться уже Не бояться Сцены Не бояться Зрителей И поэтому Сейчас Агния С успехом Уже Поет Не стесняясь Она пела На школьных вечерах У нас вот появился В итоге Школьный ансамбль Мы собрали ребят Собрали аппаратуры И на данный момент У нас даже две группы Старшие и младшие Старшие Старшие это Восьмой Девятый класс Вот Но жалко только что В одиннадцатом Они уже заканчивают И уйдут Практически осталось Там год Два Вот И только Перспектива у меня На младших Такая Это второй Третий Третий Четвертый Но мы начинали Когда они были Второй Третий Сейчас Третий Четвертый Класс И если раньше Они Вот это Взрослые ребята Они полностью Начиная от первой Струны гитары Заканчивая ударной установкой Играют все Руками Живьем И поют Вот Я им иногда Помогаю на барабанах А Младшие Выступали Как сказать Больше Под минус один То есть Играет музыка Голос не записан Как караоке И сверху Поют Вот Потом потихоньку Значит Моя дочка Говорит Научи мне играть На гитаре Одним пальцем Она начала играть Кузнечика Потом потихонечку Так и так И что-то вот так Появился там В школе мальчик У нас Миша его зовут Сейчас он по-моему В четвертый класс Перешел Он на гитаре На классический Играет У нас рядом Просто школа Исака Дунаевского Музыкальная школа И он там занимается Кстати И дочь моя И половина нашей школы Вот этой вот Они там занимаются Потому что эти школы Стоят вот так Друг другу Практически Слепленные Они выходят из этой школы Переходят в ту И следующее занятие Музыкой И вот таким образом Там еще у нас появилась Девочка Кристина Вот И очень она Талантливая Девочка Она хорошо поет Играет на клавишах И я ей пытался Вот одну из песен С альбома Бублик и батон Показать Это вальс На три четверти И там буквально Три аккорда Миша сразу Схватил Аккорды Все Получилось Он первый Кто начал Потом потихонечку Стала Кристина Играть на клавишах Вот Агния Вдруг Что-то взяла Палочки Села за брабан Да И стала Что-то пристукивать Пристукивать Покажи Покажи Ну я показал Буквально там Один прием Смотрю Начала играть И просто играет Хоть нога до педали Не дотягивается Ей трудно нажимать Все-таки Педали Бочка Хэт Ведущий Сидит За барабаном Одна голова торчит Вот И Играет И поет Эти-то на аккорды Смотрят Пытаются Как-то не ошибиться Иногда сбиваются Потому что там Не Не одинаково Меняются аккорды Там на одном аккорде Надо два такта Больше продержать На другом По одному такту Вот И они сбиваются А эта сидит За барабаном Поет Ну я ей микрофон Ей дал Как я Как начинали Начинают играть И петь там Целую неделю Дождик лил Ты Как опущенный В воду Хотил Наконец Он кончился Дождик противный Тот Что насквозь Весь мир Промочил Вот Вообще Смысл такой Что Ребенок Пошел по стопам Макса Евгений Большое вам спасибо За интересный рассказ Мы надеемся В ближайшем будущем На сцене Увидеть не только Евгения Осина Но и Евгения И Агнию И будем вам за это Очень признательны И благодарны Большое спасибо вам А я напоминаю Что у нас в гостях Был певец Музыкант И автор песен Евгений Осин